Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наши позывные Гамовер и Бонус, и мы начинаем программу от Винта! Сегодня мы постараемся непредвзято рассказать вам о новинках из мира компьютерных игр, о небывалых событиях, о славных героях и ужасных монстрах. Да ты думаешь, что говоришь-то! Извините, с языка сорвалось. Сейчас я всё объясню, уважаемые зрители. Дело в том, что некая организация не рекомендовала нам использовать в программе слово «монстр». В общем, дело было так. Недавно мы с Гамовером отправились гулять по улице. Не успели мы сделать и двух шагов, как нам обратились два гражданина нездешнего вида. Они обвинили нашу программу в отсутствии политической корректности и слишком частом использовании слова «монстр», «чудовище» и «ежесними». Нам было предложено отказаться от использования подобных терминов больше четырёх раз за одну программу, иначе у нас будут неприятности. Итак, первая игра, которой пойдёт сегодня речь, называется «No Respect». Это переводится как «отсутствие уважения». Не знаем, к кому. Но судя по качеству игры, к пользователю, то есть к потребителю. Уважаемые подростки! Мы хотим обратиться к вам, как к части населения, почти целиком относящейся к группе риска. Бросайте свои опасные развлечения, свои ролики, скейты и экстази. Мы нашли вам денежное и респектабельное занятие. Пишите сценарии для компьютерных игр. В этой области наблюдается такой дефицит идей, что даже вы сможете сделать подходящую карьеру. Но судите сами. Вот перед нами игра «No Respect». «Уж не мир ли это отдалённого будущего?» Спросит опытный пользователь. Именно ответим мы. Именно отдалённого. И уж не после или Третьей мировой войны происходит событие, продолжает спрашивать искушённый зритель. Очень похоже на правду. В один голос отвечаем мы. И всё в таком духе. И вот в борьбе неизвестно за что на специально отведённых площадках встречаются гладиаторы будущего. Пилотом боевого скутера, на которых они сражаются, может быть как человек, так и какой-нибудь монстр. Э-эу. Так, ну ты следи за своей речью. Ну а как мне описывать вот этих персонажей? Ну твоя болтовня вряд ли понравится нашим друзьям. Откуда они вообще взялись? От чёрта их знает. Ладно, давай оставим эту скользкую тему и вернёмся к нашим баранам. Но-но! Да это пословица такая. Французская. А-а. Итак, по территории Ресталища разбросаны многочисленные бонусы, то есть сюрпризы. Подбирая их, вы усиливаете защиту и вооружение своего скутера. К сожалению, проигрыш в одном сражении отбрасывает вас к самому началу турнирной таблицы, и вам придётся начинать всё по-новой. Вот видите, будущие сценаристы, какой простор для деятельности открывается перед вами. У каждого из вас наверняка имеется про запас одна-две истории, которые вполне можно превратить в компьютерную игру. Так что дерзайте, молодые и могучие умы, а мы на вас полюбуемся. Название следующей игры заставило нас подумать о том, что наконец-то в компьютерной области что-то сделано и для собак. Она называется Dog Fight for Your Life. Это переводится как «Собака! Борись за свою жизнь!» Позвольте. Ну, в данном контексте слово «собака» — это вовсе не ругательство, а название животного. Ну, а это можно перевести как «объявление для дачников». «Осторожно, собака! Борись за свою жизнь!» Многие игроки настолько свыклись с мыслью, что все необходимые припасы должны просто валяться под ногами, что даже, говорят, пытаются воплотить этот принцип в реальной жизни. В смысле, увидел, что на улице, схватил и бежать. По количеству и ассортименту разбросанных там и сям ничейных вещей, Dog Fight даст 100 очков вперед любой игре. Здесь вы можете найти не только провиант, оружие, боеприпасы и медикаменты, но и кое-какую технику. Например, трехколесные мотоциклы, именуемые «трициклами». Нас позабавили задания, которые предлагается здесь выполнять играющему. Первое боевое задание – собрать в отведенное время 12 «желтых зайчиков». Но тут радостно загомонили активисты Лиги борьбы с насилием в виртуальном мире. «Желтые зайчики!» – закричали они. «Какая прелесть! Это вам не какие-нибудь чудовища!» Ага. Простите, это всего-навсего цитата! Не, ну просто невозможно работать. Брошу все к черту, пойду в композиторы. Ладно, вернемся к игре. Уже буквально следующая миссия выглядит далеко не так безобидно. Вам поручают выследить и уничтожить десяток машинок для гольфа. Можете себе представить вещь более безобидную, чем машины для гольфа. Но почему-то именно против них ополчился наш герой. Однако владельцы гольф-клуба, видимо, ожидали чего-то такого, потому что каждая машинка охраняется ротой солдат. Так что прежде чем вы доберетесь до любителей этого спорта джентльменов, вам придется перебить немало народу. А много ли вам известно о процессе создания компьютерных игр, уважаемые телезрители? Думаю, что столько же, сколько и нам. То есть ничего. Следующий сюжет как раз и призван развеять тьму нашего невежества. Признаться, мы были приятно удивлены, когда нам в руки попалась игра «Паркан», сделанная отечественными производителями. Вы знаете, она действительно очень интересна и необычна. Во-первых, «Паркан» совмещает в себе как бы три игры, относящиеся к разным жанрам. Космический симулятор, экшен от первого лица и некоторую стратегию. Во-вторых, мир, в котором обитают герои игры, очень тщательно и с толком придуман и описан. Этому миру очень много лет. Его начали создавать еще я и мои ближайшие друзья, когда я был еще студентом. И он существовал некоторое время в некотором взвешенном состоянии. Непонятно, во что он должен был превратиться. В комикс, в книгу, в фильм. Я даже не знаю, во что. Когда выяснилось, что его можно превратить в игру, он мало-помалу стал превращаться в игру. Тут к этому миру подключились же программисты, которые тоже его слегка изменили. Идея заключается в том, что человек свободен. Не то, чтобы он свободен делать все, что хочешь. Да, ящик стола не откроешь, я согласен. Кнопок на стенах маловато. Тоже я понимаю. На поверхность планета не выйдешь. Он свободен себя вести. Хочешь — дерись, хочешь — мирись, хочешь — плати, хочешь — сражайся с пиратами-рекетирами. Твои проблемы. Но не призываем мы никого убивать. Да они хорошие в основном. Торговать хотят. Итак, вы выступаете в роли капитана космического корабля «Паркан». Волею судьбы вы оказываетесь в заброшенной планетной системе, населенной в основном роботами, совершенно уже потерявшими человеческий облик. Тем не менее, как правильно указал господин Костин, договориться с ними можно. Более подробно о игре «Паркан» мы намерены рассказать в ближайших выпусках нашей программы. «Паркан» мы… Ну вот и всё на сегодня. А мы уложились в отведённые нам рамки. Гейм, как говорится, ова. И даже один монстр про запас остался. Продолжение следует...